Ну что Я там был В том грозном быть Или не быть Я это все почти забыл Я это все хочу забыть Я не участвую в войне Война участвует во мне И плода вечного огня Дрожит на скулах у меня Уже меня не исключить Из этих дней Из той войны Уже меня не излечить От тех снегов От той зимы И с той землей И с той зимой Уже меня не исключить До тех снегов Где вам уйдать Моих следов Не различить Ну что С того Что я там был Это сплошной металл И цветной И черный Высокий тон Цветной И черный Здесь копать можно везде Мы находимся на месте Падения самолета По нашим данным Он был сбит В 44 году При освобождении Вильнюса Вильнюсской операции Вот И как бы Получается по тем находкам Которые сопутствующие На сегодняшний момент Очень похоже на то Что этот самолет Поставлялся по ленд-лизу Американский Модель сейчас мы Пытаемся установить Но очень интересная находка Которая о многом Может сказать Это шильдик С одного из генераторов Или агрегатов Установленных на этом самолете Здесь присутствуют номера патентов Номера данного устройства Поэтому эта работа Будет производиться В дальнейшем В архивах И попытаемся установить Что за самолет И соответственно Тогда что был за пилот И при каких обстоятельствах Он потерпел здесь крушение Ну обстоятельства Понятно Война Он был сбит Это однозначно Работы много Работы были остановлены В прошлом году Уже погода Просто не позволила Продолжить Поисковые работы В данном месте Вот Ну вот сейчас Они начали Получили свое продолжение И попытаемся сейчас Все-таки Подойти ближе К разгадке Данной тайны Судя по всему Самолет взорвался Возможно взорвался Не долетев до земли Возможно Вот Поэтому Обломки его Могут быть разбросаны На большой площади Вокруг данной воронки И поэтому Наши ребята Вот поисковики Они сейчас Как раз проверяют Эту местность Возможно Что-то Какие-то более Крупные фрагменты Окажутся Рядом С этим местом Можно представить Какая участь была У этого пилота У этого человека На какие фрагменты Просто его Разорвало Ну то что это наш летчик Это 100% Я имею ввиду Советская армия Поэтому Возможно 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 Дальше Будет больше То что Можно От него найти Это был Просто взрыв Моментальная смерть Это какой год? 2004 Освобождение Вильнюса Это как раз В канун Вот мы сейчас находим Стоим на пороге Празднование 65-летия Освобождение Вильнюса Вот такая Символичная находка По карте По мемуарам По воспоминаниям Ходим А так это Часы поиска в интернете И потом Часы В рождении По лесам По полям Где реально Вот если получается Натнуться на место Сражения Или гибели Так находятся А так Все находки Случайные Наши поисковые Действия Начались В районе Вильнюса По 1944 году В момент Освобождения его Когда Российская Советская Армия Начала обходить И брать его В клещи Вот немецкие Войска Пытались отойти Вот в этих местах Все сражения Можно сказать Происходили Сейчас это все Заросло Или засажено лесом Каждый из нас Наверное Занимается Не по одному Году уже Естественно Как организация Мы существуем Год Как раз 10 мая У нас Официально Год нашей организации 10 мая В принципе Каждый из нас Занимается Естественно Кто-то 2 Кто-то 3 Кто-то 5 лет Поисковыми работами И в общем-то Нас-то и объединило Все это Вот как раз Что характерно Вот наша гильза Русская Вот только что найденная А вот там Американские От браунинга Пулемет браунинга Системы Очень много людей Занимается В Литве Поисковыми работами Грубо говоря Но это Энтузиасты Это Преследующие людей Разные цели Конечно Но в принципе Много Много людей Каждый человек Для себя делает выбор Вот Железки Это одно А когда ты сталкиваешься С реальными Останками Человека Когда ты их находишь Для тебя Ставится Ты сам для себя Ставишь вопрос Что с этим делать Прикопать Оставить вот так Сверху Ибо Придать достойность Земле Конечно же Мы Сделали для себя Выбор Мы решили Создать свою Организацию Именно для того Чтобы эти бойцы Которые Вот так вот По лесам По полям Покающих К сожалению Разбросаны Чтобы они Обрели свой Вечный покой Чтобы можно было Прийти к ним В могилу Отдать им Честь Вспомнить их Чтобы они не были Вот такими Безызвестными Потому что Каждая судьба Человека Это судьба Человека Кто-то его ждал У него были родные Они есть Они до сих пор Не знают Как закончился Путь этого человека Вот сейчас На судьбе 21 декабря Прошлого года Мы захоронили Десять человек Из них Девять Неопознаны Но они Не в лесах Уже Не в полях Они на центральном Лойдинском кладбище Среди них Один Опознанный Амельфин Николай Иванович Родные Узнали Судьбу данного бойца Который погиб В 41 году Защищая Литву От вторжения Немецких войск 23 июня 41 года Он погиб И все это время Он чистился В списках Без вести пропавших А сейчас Он найден Он похоронен И родные И близкие Могут приехать И поклониться Этому месту Вот Одна из наших Главных задач Чтобы не было Этих Неизвестных Солдат Чтобы каждый Из них По возможности Обрел себя Опять И можно было Прийти и поклониться Их могиле В православной церкви Еще в глубокой Древности Существовал Такой обычай Раз в году Собирать Тела Погибших Несчастной смертью Замерзших Где-то в лесах На дорогах Погибших От рук Разбойников И когда Кончались Холода Когда сходил снег И вот Находили Эти останки Умерших И предавали Их земле И вот Когда мы Говорим О погибших Войнах Конечно Это Наш Долг Наша память Их Останки Тоже Предать земле Они уже Некоторые По 60 Больше лет Пролежали Едва Присыпанные Землей И вот Находятся Сейчас люди Которые Из уважения К Защитникам К Людям Которые Избавили Мир от фашизма Которые Находят Останки Погибших Войнов Причем Эти люди Такие вот Поисковики Следопыты Они находят Останки В данном Суще Безразличия Немецких Войнов И советских Солдат И Предают Их земле И церковь Конечно Молится За души Павших На поле Брани За веру Отечества И народ И всех Пострадавших Вот В эту годину Великой Отечественной войны Когда русские войска Форсировали Неман Они здесь Прорвали фронт Тут была немецкая Позиция Тут стояли Пулеметы И они Отстреливались Сперва Нашли Каспу А потом Покопали Глубже И нашли Останки Уже Черепа И потом Стали копать Еще глубже И нашли Уже Весь Останок Немецкого Солдата У него Был бачок Пряшка Пряшка Косты Поставили Каждому Был человек Нет Должный Память Приезжаем Свечки зажигаем Ну Как Человек Вот тут Лежал 60 лет Как собака Зарытое И все По-человечески Надо Здесь Нашел Русского Бойца Вот по этому Гвардейскому Значку Нашел Сперва Значок У Бруствера А потом Покопал Глубже И тоже Нашел Останки Уже Русского Бойца Он Тоже Форсировал Как Неман Форсировал И Этот Окоп Видимо Залез Чтобы Ну Спрятаться От пули И Тут Минометная Мина Его И накрыла Все Прямое Было Попадание Только Нашел Ноги Уже Только Ноги До середины Туловища И все Война Не закончена Пока Не похоронен Последний Солдат У нас В уставе Записано Следующее Что Мы Заботимся Не только Об останках Советских Войтах Мы Заботимся Об останках Всех Воинов Павших В период 20-го Столетия Всех Военных Конфликтов Всех Военных Конфликтов Потому что Разделить их Невозможно Не наши Наши Сейчас Они все Едины Проблема Она остается Та же Проблема Финансирование Проблема Если это Кому-то Нужно Давайте Нам будем Помогать И мы Сделаем Наше Дело Общее Дело Потому что Не должны Разбросаны Быть останки Бойцов Павших Не должны Поваляться По лесам И полям Хочу Подчеркнуть Это не Могилы Это Случайные Находки Это Отдельные Судьбы Которые По сути Верховые Они Лежат Сверх Просто Их Растаскивали Звери Их Кости Омываются Дождями Ветрами Но Они Не Преданы Земле Среди Этих Останков Опадаются И смертные Медальоны Жетоны По которым Можно Установить Личность Данного Человека И Возродить Его Ему Заново Продолжение следует